Еще в 18 веке русские и венгерские ученые, путешествовавшие по Гоби, писали, что в месте под названием Гобийский холм есть сгусток энергии. Наука считает, что первый центр энергии находится на вершине Гималайских гор, а второй здесь, в Гоби. Религиозные люди уверены, что в Шамбале гобийский святой Данзан Равжаа указал это место для встреч с учениками из прежних жизней. В ближайшие годы дающую энергию человеку местность собираются превратить в ритуальную. Здесь реставрируют надгробья и храмы. Люди приходят сюда, чтобы покаяться, пройти обряд очищения, зарядиться новой энергией. Каждого встречают ворота с очами святого и бытует поверье, что при пристальном взгляде в глаза этого святого человек находится под его защитой и способен взвесить свои грехи и благие дела. Как сказано в книге Бога, нет другого такого места. Пришедший сюда очищается, молится о себе и своих близких. Не стоит искать другого, если ты сам пришел сюда и помолился. Значит, ты добился своей цели. Недалеко отсюда есть пещера, где проводят моления святого Данзан Равжаа. Редкое для Гоби явление, что здесь растут 108 видов растений, также говорит о том, что это место выбрано не случайно. В этой пещере, где заключены тайны древних святых, находятся вещи, которые они спрятали. Здесь был основан первый монгольский театр. Этот театр давал представления, начиная со второго летнего месяца на протяжении 30 дней. В остальное время он кочевал по другим монастырям. Также здесь был белый храм произведений. Сюда приносили свои творения монгольские умельцы, и из этих произведений искусства выбирали лучшие. Еще тут находилась библиотека, где было около 200 тысяч книг. Здесь обучали мальчиков и девочек на артистов и танцоров. Также был основан музей, состоящий из полутора тысяч подарков и даров. Так что монастырь в свое время был большим культурным центром. Оставшиеся руины со времен репрессии монастыря Хиида начали реставрировать с 1990 года. Основанный в 1820 году монастырь содержал 500 слушателей из всех соседних аймаков. В то время в Монголии буддийская религия не делилась на красное и желтое течение, а развивалась одновременно. В Кобе рождались мудрецы, государственные деятели, поэты, режиссеры, художники, люди с огромным талантом. Это место до сих пор исследуют ученые. Сейчас в этом уникальном месте ведутся работы, направленные на развитие туризма в Дарнингобе. Уже сейчас, на первом этапе, сюда приезжает все больше иностранцев. Как выяснилось, среди них много настоящих буддистов, ищущих не развлечений, а истину. Танислав Хазагаев, Солонго, Нямбаяр, Аист, Монголия.